Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрея Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске натушение пожаров и ликвидацию ЧАЭ спасатели совершили уже более 2050 выездов. За это время на пожарах погибли 6 граждан. 29 человек, из которых один ребенок, пострадали. Бойцами МЧС в результате боевой работы были спасены и эвакуированы 622 человека. Все подробности происшествий минувшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. Во вторник около 3 часов дня встревоженные соседи сообщили в дежурную службу МЧС по телефону 101 о подозрительном запахе дыма из квартиры по улице Камайской. Оперативно прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили, что в одной из комнат квартиры на третьем этаже загорелось имущество. Как выяснилось позже, виновником инцидента стал 54-летний муж хозяйки квартиры. Он поджег вещи жены, после чего покинул квартиру. Стоит отметить, что мужчина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками и не работает. По всей видимости, в результате короткого замыкания в среду около 4 утра на проезжей части по улице Скрипникова воспламенился Митсубиси Каризма. Огонь разрушил двигатель, повредил капот, фары, передние крылья, бампер и лакокрасочное покрытие японского седана. МЧС напоминает тем автовладельцам о своевременности обслуживания и правильной эксплуатации своих авто. В четверг днем на улице Ваупшасова загорелся электробус. Огонь охватил электротранспорт во время движения. Пассажиров в салоне не было. Возгорание оперативно ликвидировали прибывшие работники МЧС. Водитель не пострадал. Вероятно, произошло замыкание электропроводки. Затем вспыхнул токоприемник. Точные причины происшествия сейчас выясняют специалисты. А вот причины пожара в частном доме по улице Магницкой с четверга на пятницу известно наверняка. В результате поджога 55-летним хозяинам, к слову, стоящим на учете у наркологов, загорелось имущество в одной из комнат. Оперативно прибывшие работники МЧС ликвидировали загорание. Никто не пострадал. В пятницу днем спасатели пришли на выручку 7-летнему мальчику. Инцидент случился на проспекте газеты «Правда». Во время променада с мамой и бабушкой ребенок застрял в металлической конструкции забора. Оперативно прибывшие работники МЧС за несколько минут освободили ногу ребенка из-за подни. Мальчик не пострадал. На заметку родителям. Не оставляйте ребенка без присмотра и не позволяйте ему играть в неположенных местах. Помните, какой может быть цена одного мгновения. Вероятно, короткое замыкание. Электропроводки, холодильник и стинал 97-го года выпуска стало причиной пожара, произошедшего в субботу днем по улице Бурдейнова. В результате выгорела кухня в трехкомнатной квартире, но, к счастью, никто не пострадал. 11 жильцов были эвакуированы из-за пожара в общежитии на улице Солтеса. ЧП в девятиэтажном общежитии произошло в воскресенье утром. Как выяснилось, сгорело имущество в одной из комнат на шестом этаже. Пожарные прибыли на место вызова уже через пять минут и оперативно справились с очагом возгорания. Предполагается, что причиной этого пожара стало короткое замыкание электророзетки. Минск чрезвычайный. И еще об одном вечернем происшествии этого дня. На этот раз с помощью спасателей понадобилась девятиэтажки на улице Веры Харужей. О том, что здесь на третьем этаже загорелись апартаменты, сообщили соседи. Хозяина квартиры спасатели обнаружили в горящей комнате на полу. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения пострадавший был госпитализирован в больницу. Чуть позже стало понятно, что загорелись постельная принадлежность и диван. Скорее всего, произошло это из-за неосторожного курения пострадавшим. Именно это основная версия пожара. На примере этих пожаров хочется еще раз напомнить всем радиослушателям. Не курите в постели. Не допускайте перегрузки электросети. Своевременно ремонтируйте электропроводку. Чтобы обезопасить себя и своих близких, не пренебрегайте правилами пожарной безопасности. Помните, любой пожар легче предупредить, чем ликвидировать. А жизни и здоровье слишком высокие ценности, и не стоит им рисковать из-за собственной беспечности. На сегодня это все. До встречи через неделю. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова